Это были небольшие группы марсиан и фаэтонцев, которые и оказали то самое гуманитарное и научное, скажем так, воздействие, которое зафиксировано в очень многих древних текстах. Но так случилось, что представители внешних цивилизаций, которые отчаянно боролись за свое выживание, они тщательно следили за тем, что происходит, и постарались максимально вмешаться в ситуацию так, чтобы, скажем так, нивелировать любые возможности Марса восстановить свою власть над сегментом галактики. Поэтому в тот момент, когда стало ясно, что цивилизации Марса и цивилизации Фаэтона не удастся решить эту проблему, происходит очень любопытное событие, о котором стоит сказать несколько слов. В этот момент, помимо галактического сообщества и цивилизации, которая была представлена Марсом и Фаэтоном, на сцену тех событий вышла еще какая-то цивилизация, о которой практически ничего не упоминается, кроме как о существовании в самой общей форме, то есть о существовании каких-то сил в самой общей форме. В какой-то момент, в критический момент судьбы Солнечной системы, учитывая то, что это живая система, в ней находятся планеты, заселенные людьми, мы говорим с вами о очень важных астрофизических аспектах, связанных с устойчивостью Солнечной системы и так далее, некто открывает между Юпитером и Сатурном хронокоридор. Это такой коридор, через который из какого-то пространства в Солнечную систему заводится новая гигантская планета. И эта планета по очень необычной параболической вытянутой орбите начинает двигаться через Солнечную систему. Она начинает пересекать ее. И вот именно в этот момент, во всех шумерских текстах, появляется информация о появлении в Солнечной системе некой планеты Нибиру. А Нибиру — это не название, это синоним, что означает «пересекающая». И вот эта планета сначала подходит планете Тиамат. И осуществляется полная эвакуация всех форм жизни каждой твари по паре с этой планеты на эту новую планету. Затем, когда эта эвакуация была завершена, эта планета отчаливает от Фаэтона и начинает свое движение к Марсу. Затем происходит телепортация точно так же всех форм жизни, животных, людей и даже части инфраструктуры с Марса на эту новую планету. Это было принципиально важно, потому что эта новая планета должна была стать новым домом для цивилизаций Марса и Фаэтона. И когда эта планета проходила через этот хронокоридор, то есть она оказалась под очень мощным электромагнитным воздействием, с помощью которого осуществлялось искривление пространства-времени. Этот процесс достаточно травматичен для экосистемы любой планеты. Но в силу того, что планета — это новая планета, которую в тот момент, когда цивилизация Марса была практически полностью телепортирована на эту планету, получила название Мардук, она должна была быть способна не только поддерживать все формы жизни на своей поверхности, которые были на нее телепортированы, она должна была точно так же и дать возможность эволюционировать этим цивилизациям. Поэтому-то Мардук и был сформирован, экосистема Мардука была сформирована за счет экосистем Марса и Фаэтона. И вот после того, как эта телепортация с двух планет была осуществлена, планету завели на третью орбиту за Солнце и остановили там. И вот с тех пор в нашей Солнечной системе, на нашей же третьей орбите, где находится планета Земля, только нам диаметрально противоположно, находится еще одна планета, на которой по сей день живут те, кто некогда, очень-очень давно приходил на планету Земля, кого мы во всех древних текстах считаем богами и учителями, кто передавал нам знания, они до сих пор находятся там.